Клево всем, друзья! Сегодня на одном из водоемов Краснодарского края приехал ловить карасика. Сегодня 3 апреля, к нам наконец-то добралась весна, долгожданная, долго, весь март был очень тяжелый, погода просто ужасная. То снега, то морозы, ну просто конкретно. Я не помню, чтобы у нас был вот такой март. Да, был период, что я в марте сальда ловил рыбу, но чтобы вот такой бардак, когда плюс-минус туда-обратно, обычно у нас такой февраль, и вот в этом году у нас был вот такой март. Я приехал ловить с фидером на один из степных водоемов Краснодарского края, и ловить буду с грунтом. Поэтому сейчас я пошел собирать в готовках грунт. Погнали, ребята! Набрал отличный грунт, вот такой рассыпчатый-рассыпчатый, отлично, сухой, в общем идеальный грунт, шикарный. Все, теперь сейчас замешаю прикормку сначала. Возьму немного. Треть пачки не хватит. Пол-пачки. Пол-качки прикормочки. Капельку воды. Теперь в грунт тоже капельку воды, с грунтом вообще надо осторожно с добавкой воды, иначе моментально скомкуется. Добавлять в грунт воду нужно очень-очень аккуратно. Он очень быстро комкуется и ничего не получается. Все нормально. Сейчас постоит чуть-чуть прикормочка, наберет влагу, и тогда добавлять буду ее в грунт. Ловить буду на свой любимый фидер, тендер. Вот такой вот. К сожалению, насколько я знаю, он снят с производства. Найти его целая проблема. Видите, ребят, посадочная у него 2,2. Тонюсенький кивертип. Вот это 0,5 обломанный. То есть, смотрите, маленькие кольца, тонюсенькие, очень чувствительные. Сейчас этот кивертип примерно 0,75 ун. Он был вот настолько длиннее, и еще был тоньше. Он был 0,5. Вообще, зверская чуйка. Фидер двухчастник, плюс кивертип. Смотрите, толщина комля и моего мизинца. При длине 3,37 примерно, с тестом до 30 грамм, очень звонкий, очень посылистый. Классно вяжет рыбу, очень легкий, он весит в районе 170 грамм. Просто фидерок шикарничный. Поэтому не пикер, а именно полноценный фидер. Ловить я на него предпочитаю с катушкой-солкой. Старая катушка, ей больше 15 лет. Пока жива, да, уже там вся на люфтах. Каждый год проходит ТО, а то и два раза. Но в комплекте очень получается шикарнейший комплект, ребят. Просто шикарный. Прикормка готовая, отлично. Высыпаю ее в грунт. И тщательнейшим образом перемешиваю. Примерно 1,20 получится. В принципе, этого хватит. Так, и теперь обязательно просеиваю. Видите, сколько комков скомковалось. Поехали Gröны. Продук噜. Поехали по-ыварiam. все вы такая шикарнейшая прикормочка получилось готова к сожалению нету мотыля а живой компонент необходим поэтому вот сюда такую сделал пачку опарыша и две пачки червя и постараюсь это максимально максимально сильно порезать чтобы кусочки были как можно меньше конечно сейчас нужен мотыль добавлять вот в этот состав грунт прикормкой именно мотыль конечно я не знаю как рыба будет реагировать какая активность если в принципе он будет активны то вот этого тоже будет отлично но если рыба будет пассивная то без мотыля могу и пролететь ну что будет то будет готова да на такой объем это ни о чем но хоть так больше чем ничего при ловле с грунтом нужно обязательно следить чтобы не подсыхал и добавлять воду в воду перемешивать особенно солнышко и когда ветер грунт начинает очень быстро сохнуть тогда он начинает сильно пылить вместо карася звать мелкую рыбу все друзья прикормка готова и можно смело заниматься снастью карась в этом водоеме не крупный поэтому монтаж делаю без фидергама ставлю обычный свой онлайн как и делаете монтаж можно перейти по ссылке посмотреть также оставлю ссылку в описании я ловлю именно с монтажами они делаю на основной леске водоем не глубокий средняя глубина это метр двадцать метр тридцать этот водоем и знаю хорошо тут часто бываю здесь недалеко от камыша где-то в трех четырех метрах от камыша небольшой свальчик по всем правилам сейчас нужно ловить сразу возле камыша возле растительности на верхней вот этой полочке перед свальчиком но вот в этом водоеме этот участок от камыша то свала и примерно еще метр два от этого свальчика переходе к он небольшой сантиметров 20 от силы сильно забиты мусором камышом и прошлогодней травой кусками поэтому ловить на фидер в них не комфортно поэтому я сейчас буду искать этот свальчик и отступать еще метров на пять вот он свал вот он с проверю вот ребят о чем я вам говорил сразу мусор достал это вот под свалом вот он четко и теперь не надо раз два три 4 5 примерно так сейчас оклипсуюсь и и проверю два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать четырнадцать 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 28 оборотов катушки более чем достаточно точку нашел если я буду ловить на кормушке с этого места все равно буду доставать мусор то есть еще буду отступать дальше по этой причине слишком большой кормовой закормки сразу делать не буду хотя очень нужно сделать кормовой закорм если бы я в этом году уже здесь был ловил я бы знал бы дистанцию я бы уже так не дел бы а сразу вы ловил бы на нужной дистанции и хорошо закармливал поэтому для начала положу всего пять кормушек вот 22 грамма класс наконец-то вырвался последняя пятая кормушка грунт подсыхают надо будет обязательно его смачивать последняя пятая бой готова ребят готова принципе карась собирается долго полчаса будет минимум собираться поэтому можно не спешить попить чайку отдохнуть подготовить дальше снасть ловите буду кормушкой поменьше вот такую кормушку поставлю 20 грамм так начну с 14 0 12 вот такой небольшой крючок ну довольно толстый поводок 30 сантиметров длиной дальше все по обстоятельствам все надо укорочу длинить вряд ли нужно будет а вот укоротить возможно из наживок у меня сегодня красный опарыш и червь к сожалению мотыля нету поэтому плохо сейчас все-таки основа это мотыль или бутерброд опарыш с мотылем начну с красного опарыша 1 танцует ой как он танцует густерка всякая мелочевка уже наверно на точке поклевки карася придется подождать на первая кормушка вот видно тут кусочек червя так что чуть-чуть животинки там есть грубоватая конечно но если карася много соберется то нормально будет все друзья жду первую поклевку время от уже там уже клюет резкая поклевка по ходу густерка есть что-то ребята как-то попал на подлещика от меньше указательного пальца здесь только он клевал на любых дистанциях или кто это карась друзья буквально дом на 8 10 секунды начал клевать карась у него небольшой но первый весенний карасик класс а я густерка густерка так продолжаем развлекаться после тяжелого месяца работы вырваться на рыбалку это кайф месяц был друзья очень тяжелый с этими скачками цен опять в оба что-то есть уху-ху-ху как упираются ребят что там упористая так 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 такой карасик этот уже повеселее шикарники шикарный уж эти он так быстро зашел я такого тут не помню что он сразу заходил дай бог дай бог ему там кушать почти нечего в этом будет копошиться выбирать эти единичных кусочков червей опарышей а при этом все пахнет вкусно то есть наестся он не сможет есть 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 рыбка давай давай поклевки хорошие ой красавец как шикарный красавец ну с хищником был связан когда-то порезы пока мне все нравится прикормка сделал все правильно рыбка собирается длина поводка пока отличная на данном этапе рыбалки и цель отлично ветер солнышко прикормка быстро сохнет если ловить на пыльную раз отойдет пробую 3 одеть до столк или нет по карасю бывает такое что именно объемная насадка работает лучше бывает наоборот здесь есть рыбка кто то есть ого ого что вытворяет ребят смотрите ничего себе фидер с ума сходит вот это карасище а вот это другой вопрос вот это уже победа смотрите как красивый на бронзовый апрельский карась красавец ого поклевка была карповый загиб ну мимо да да мимо почти карповый загиб тоже вот червячок всякие зернышки карасью там не скучно будет заниматься выискивая вкусняшки в очень в очень бедном корме забыл про дипы пробуем красный вектор посмотрим бывает очень именно весной по холодной воде зимой именно дипы дают отличный результат если по теплой воды в воде они бесполезные то вот именно по холодной могут бахнуть сожалению ходовые чеснок и креветка у меня закончились они сейчас были бы на первом месте особенно креветка в принципе у нас в крае по карасю по холодной воде креветка мотыль чеснок монстр краб это номер один были бы дипы можно остальные не брать на три поклевки есть но поймал только одного пока на три опарыша рыба есть цепляет периодически леску не берет так попробую три без дипа червячка где она на точке движняк есть не хочет клевать началось все неплохо как-то скатилась место сидит кто-то боец какой-то давай 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 отличный карасик круглячок червячка скушал так добавлю к червячку опарыша такой бутербродик да если сначала при как только при начал ловить поклевки были жесткие то сейчас поклевки вялые при этом рыбы валом ходит ходуном постоянно цепляет по идее наоборот сейчас должно быть усиливаться рыбы стало больше корма и меньше а вот поклевки вялые так то практически заглохла нет нет это подходит уменьшение крючка роли не дает никакого поэтому лучше поставлю покрупнее да просто будет больше шансов на реализации да возможно был бы мотыль было бы поинтересней что рыба не активная совершенно хотя поклевки случаются порой отдай удочку но в большинством своем неактивная причем видно что на точке она очень мало двигается когда карась активный он постоянно цепляет леску и довольно сильно это видно а здесь иногда легкие касания то есть рыба на точку на заходит и там практически стоит ну что друзья продолжаю экспериментировать сейчас буду делать ход конем поставлю длинный поводок поводок 90 сантиметров у меня 60 сантиметровая вставка и 30 сантиметровый поводок 14 0 первом поводке 14 крючок на 0 первом поводке работал лучше всего у меня бутерброд через опарыша вот его и буду сейчас ставить кусочек червячка опарыш и дип ребята были недавно у них тоже была проблема но они были с мотылем и поэтому них было получше ну что ребята длинный поводок не дал никакого толка не поймал ни одной рыбки было буквально несколько подергун чиков и на этом все поэтому укорачиваю поводок наоборот сильно сейчас сделаю буквально сантиметров 10 поводок чтобы наживка лежала прям возле кормушки да нужен мотыль пока нужен мотыль будут кормушка отводе и поводок опарыш сдула окончательно есть есть на очень короткий поводок клюнула рыба на зимний вариант густера же подлещик подлещик есть все классика понятно как я говорил рыба есть она очень неактивная стоит на точке стоит на точке и время от времени берет насадку чувствуя малейшую нагрузку на его выплевывает когда поводок длинный она где-то далеко падает как бы ни казалось что поводок должен рядом падать нет все равно какое-то движение рыба есть поводок упадет чуть чуть дальше от кормушки а короткий поводок падает возле кормушки и короткий поводок не дает возможности карасю выплюнуть он быстро начинает как бы багрится зимняя классика червячок опарыш и обязательно дип обязательно иди сюда разобрался разобрался иди сюда ребят что происходит когда насадка насадка когда карась малоактивен он начинает выплевывать насадку при малейшей непонятке не тот вкус не тот вес не то сопротивление малейшая нагрузка выплевывает и вот даже у 30 сантиметрового поводка хватает не хватает возможности засечки грубо говоря самой засечки если карась вот такой малоактивен просто не сечет этот поводок рыба успевает выплюнуть до того как она засечется укорачивая поводок его выплюнуть карасю намного сложнее и тогда при хорошем крючке он начинает засекаться он подошел к кормушке поклевки начинаются примерно 20-40 секунд кормушка начинает работать корм выходить в ней там есть маленькие частицки вкусные и он подходит начинает чувствовать запах сама прикормка бурлит и тут прямо рядом с ней лежит на столике отдельно лежащая прямо возле вкуснятины насадка которую дополнительно я выделяю дипом чтобы усилить эффект запаха карась берет ее но тут же чувствует что что-то не то и начинает выплевывать и засекается из-за того что короткий поводок уже в 30 сантиметровом поводке я вижу вот этот дюб он выплюнул дюб он выплюнул и не сечется вот мимо а когда поставил 90 сантиметровый поводок наверное из 6 забросов или 7 у меня было 2 поклевки и тоже дюб он чаще карась или не находил насадку или чувствуя нагрузку просто выплевывал поводок длинный выплевываются хорошо если бы он активностью был чуть-чуть повыше он бы тогда не обращал внимание на вот это вот легкое сопротивление самого поводка и просто бы заглатывал ну есть засекся он берет чувствует не то он начинает выклевывать накалывается и резко дергает и засекается отличный карась ну что ребята рыбалка сегодня трудовая даже очень тем она более интересная рыбку поймал разобрался подобрал к ней ключик тяжело было столько вариантов перепробовал и тем не менее чуть больше двух десятков карасиков на жареху поймал рыба была супер рыбалка просто прелесть это рыбалка от которой ты кайфуешь когда всю рыбалку тебе надо что-то думать самое интересное для меня лично рыбалка что произошло сначала рыба была более-менее активная зашла сразу начала клевать потом начал кружить ветер и рыба активность начала резко падать при том значительно падать в итоге рыбы было много на точке изначально я ловил на поводок 30 сантиметров длиной потом решил попробовать длинный и у меня были поклевки очень интересные дюбнет тишина дюбнет тишина иногда поклевок не вижу то есть еле-еле шевеление она сидит вижу вернее вижу поклевку это легкое шевеление рыба сидит я давай думать изначально решил поставить поводок 90 сантиметров ноль было несколько невнятных дюбов и все вот у меня какие мысли что рыба берет не засекается когда выплевывает жует чувствует нагрузку выплевывает но есть другой вариант поставить как зимой мы ловим короткий поводок вообще 10-15 сантиметров тем более у меня фидергама нету то есть кормушка отвод короткий поводок и это сработало это дало рыбе при выплевывании засекаться в итоге рыба стала засекаться и стала ловиться рыба на точке было много но она неактивна она очень пассивно она стояла то есть кормушка падает начинает прикормка работать у карася какая-то активность просыпается она подходит к кормушке и начинает что-то там иногда поднимать со дна видит насадку которая прямо возле корма берет чувствует какое-то сопротивление выплевывает короткий поводок ее сечет вот так друзья как я это понимаю как я вижу как это у меня сработало так что рыбку поймал удовольствие получил до новых встреч друзья